Экономическое просвещение населения. С такой целью по стране провели экономический диктант. Его участниками стали школьники, студенты и работники всех сфер. Как прошла акция в Мирном, расскажут наши коллеги. Сильная экономика, процветающая Россия. Под таким девизом прошла всероссийская акция. Участниками экономического диктанта стали все желающие. Организатором экономического диктанта является Вольное экономическое общество России. Цель этого диктанта – выявление экономической грамотности, ну и, соответственно, повышение экономической грамотности населения Российской Федерации. Всего в Мирном было организовано две площадки. В конференц-зале районной администрации свои знания проверяли студенты Мирненского политехнического института и сотрудники районного муниципалитета. Экономический диктант – это так называемое тестирование. Участвуют все желающие. За один час они отвечают на вопросы. Каждому участнику дается три бланка. Это инструкция, анкета и всего будет 25 вопросов. Задания были рассчитаны на различные категории граждан. Многие участники проекта вопросы посчитали сложными. Некоторые из них вводили в ступор даже тех, кто работает в сфере экономики. Для широкого круга населения они, по-моему, все-таки достаточно сложны. Знания, если не знаешь, не ответишь. Как вы думаете, а школьники смогут ответить на такие вопросы? Для школьников это очень сложно. Даже для студентов, и то не все, учащиеся на экономическом факультете, вряд ли смогут на все ответить. То есть это не базовый уровень? Нет. Наряду со взрослыми свои знания проверяли и школьники. Вопросы по экономике и финансовой грамотности ребят озадачили. Некоторые термины многие слышали впервые. Как вам вопросы? Сложные, легкие? И известны ли все эти термины, которые сейчас озвучивают? Не очень сложные, но термины большинство не знаю. В школе вы проходили? Нет. А у вас есть, например, урок экономики? Нет. Результаты тестирования будут известны после 25 октября. Всем участникам вручат сертификаты. По словам организаторов, подобное экономическое просвещение населения будет проводиться ежегодно.